Уважаемые господа, любители моих роликов и читатели моих книг, я этой небольшой записью завершаю историю с конституцией Homo sapiens sapiens, которую мы рассматривали на протяжении некоторого времени. Она состоит всего из пяти пунктов и очень кратко, собственно говоря, отражает биологические интересы эволюции человечества. Поэтому она называется конституцией Homo sapiens sapiens. То есть она содержит те основные пункты, которые нужны просто для биологической жизни людей. То есть государство обеспечивает гражданам право на пищу и прием в комфортных условиях, первый пункт. Второе государство гарантирует гражданам право на размножение и лимитацию в автономной среде. Второй пункт. Третий пункт. Государство обеспечивает гражданам ресурсным ежемесячным доходом в эквиваленте стадневного рациона одного человека. Четвертый пункт. Граждане обязуются платить 10% от всех доходов, которые они делают, кроме ресурсного. А задолжавшие отдают не более 50% этого самого ресурсного дохода. А ресурсный доход – это и есть 100 порций еды, то есть на 100 дней, 100-дневный рацион одного человека. Он в разных местах разный. И работа государства осуществляется пожизненными чиновниками, которые навсегда, которые отзываются методом декапитации при утрате тысячедневного рациона одного человека. Декапитатор я в прошлый раз вам показывал. На эту конституцию пришло очень много вопросов разных, просьб разъяснить и прояснить. И при этом, конечно, мне очень приятно, что меня всячески хвалят. Например, под ником Адмуазелька скучают обо мне. Спасибо большое. Мне очень приятно. Под ником Уткин меня сравнивают с Ницшиг, Гурджиевым, Лесковым, Шварцем, Булгаковым. Тоже большое спасибо, но я даже рядом не пробегал, потому что это совершенно другая область деятельности. Ну, а теперь пояснения и вопросы. Ну, среди пояснений меня, конечно, поразила Ольга Бук, которая написала о том, что, следя за швейцарскими газетами, она увидела статью о невероятном разборе вибраторов в секс-шопах, которые как раз были проданы перед вот этим карантином. Ну, понятно, чем добрые швейцарцы собирают заниматься. Бедняги. У нас есть более достойный и более простой способ развлечений, чем столь электротехнический. Значит, ну, это шуточки. А на самом деле вопросы есть и по существу. Ну, например, вот про Европу. О том, что в Европу приезжают мигранты, которые ничего не делают, которым платят пособие. И вот, мол, где у нас при осуществлении такой конституции будет так же. Нет, не будет. Почему не будет? Потому что надо читать книжечку под названием «Церебральный сортинг». У них совершенно... У них в Европе совершенно другая и конструкция мозга, и, самое главное, длительность искусственного отбора. Это не говорит, что они плохие или хорошие, они просто другие. И поэтому на разных территориях такие штучки, как вот эта конституция провокационная, они могут работать по-разному. Чтобы в этом разобраться, нужно почитать книги. И, собственно говоря, для этого конституция написана, чтобы заинтересовать и вызвать у вас желание разобраться в каких-то совершенно простых человеческих проблемах. Значит, дальше есть вопросы о том, что, мол, ее реализация потребует таких колоссальных усилий, как гибель миллионов человек. Это как здесь написал мне Михайлов или Шульга Романскую. Сколько войн пройдет или потребуется для того, чтобы эта конституция осуществилась. Да нисколько войн не потребуется. Того и гляди осуществиться. Достаточно, я думаю, еще одного такого коронавируса и таких же интеллектуально развитых чиновников, которые с ним борются. И я думаю, что искусственный отбор вступит в совершенно новую фазу. И далеко, боюсь, негуманную. Поэтому вы напрасно думаете, что дело сильно затянется. Боюсь, что нет. И я боюсь, что это будет страшновато. Дальше вопрос тоже очень важный. Цветочки у меня на столе живые или нет. Вот эти живые. А вот эти вот дохлые, сухоцветы. Значит, поэтому... И что еще на стальной столе? Еще есть варенье вишневое. Кстати, очень хорошее. Без косточек. То есть без санистого калия. Не надейтесь. Ну и чай пока еще не кончился. Сигары уже давно кончились. А чай еще есть. Слава богу. Спрашивает еще такие веселенькие вопросы. А шестой пункт будет или не будет? Нет, не будет. Конституция хороша своей замкнутостью. Она должна быть компактной. И она же посвящена кому? Гомо, сапиенс, сапиенс. То есть это что? Намек такой. Прозрачный. Я много таких делаю намек в своих роликах. Кто умный, сообразит или увидит, заметит. Это не издевательство. Это просто шутки. Ну типа Людовик XIV и XVI. Ну как я мог удержаться? Держа в руках историю Франции. Ну конечно не смог. Насколько будет нужен шестой пункт? Нет, не будет. Поскольку это конституция для гомо, сапиенс, сапиенсов. А для человека разумного у меня есть другая конституция. Но я боюсь, что она не будет одобрена так же хорошо, как и для гомо, сапиенс, сапиенсов. Потому что для этого требуется как раз сначала много книжек читать, чтобы понять и не совершать те ошибки, которые совершает человечество уже несколько тысячелетий. Хотелось бы это дело прекратить. Поэтому давайте сначала попробуем осуществить вот эту. А потом будет написана другая конституция для человека разумного. И тогда, может быть, наконец-то эволюция пойдет не по биологическим законам, а по разумным. И может быть тогда человечество как раз прекратит заниматься теми глупостями, которыми занимается. Тратя колоссальные средства, силы, время, интеллектуальные усилия наиболее разумных людей на всякие глупости, которые недостойны даже внимания моего попугая. Теперь дальше вопрос еще есть. Что, мол, где если пятый пункт конституции про пожизненных чиновников, которые отзываются до капитации, осуществлять, мол, где потребуется очень много крови. Это неправда. Вы же знаете, что наиболее страшным является не само наказание, а его ожидание. Это такой инструмент. И, как известно, в социальных системах, особенно приматов, самое страшное, что может быть, это ожидание такого события. Собственно говоря, поэтому чиновники вывозят свои деньги на Запад, прячут туда своих детей, жен, любовниц и все такое. Именно из-за этого. А здесь достаточно, ну что вы, достаточно в качестве исключения, исключительной меры, но просто регулярных, но из наиболее взорвавшихся, наиболее, так сказать, оголтелых, которые прут еще больше, чем тысячи дневных рационов одного бедного обитателя того или иного государства, отправлять на вот такую штучку. И все. А если еще это делать публично, назидательно, да еще предлагать дернуть за веревочку настоящим любителям этого дела, тому, кто больше всего насолил из этих чиновников, ну то есть, или разбойников, неважно. Такой вопрос, кстати, есть. Что, а что будет с людьми, которые захотят вот воровать, несмотря ни на что, и жить лучше? Да очень просто. Объем сворованных пайков, то есть, рационов ежедневных, суммируется. Как доходит до тысячедневного рациона, он встает в очередь на вот эту штучку. Все, мне кажется, просто и понятно. Наказаний не будет никаких других. Ты или живешь по законам человеческим, или не живешь. А если ты не живешь по животным законам, то, к сожалению, у тебя очень мало шансов оставить после себя плодовитое потомство. То есть, вот такая ситуация. Есть действительно очень серьезные вопросы, которые просто, так сказать, радуют меня чрезвычайно. Ну, например, Ирина Заболотина спрашивает. Вот эволюция идет, я предлагаю всякие решения, ну как бы их направить? Здесь есть два варианта решений. Один вариант решений, тоже такой, с подпунктами А и Б, это по поводу того, как направить в разумное русло. Ну, самое разумное, самое простое, это церебральный сортинг, который я предлагал. Но это не единственное решение. Церебральный сортинг, построенный на выяснении человеческих способностей, предоставлении возможностей для самореализации, ну, в соответствии с устройством собственного мозга, это один путь, но не единственный. Существуют и другие пути. Можно использовать принцип самоорганизации, я как-нибудь об этом поговорим, об этом. Это биологическая самоорганизация. Ну, как очередь за каким-нибудь интересным, важным товаром или еще где-то. Вы же организуете как-то сами, встаете в эту очередь. Вот примерно по этому простому принципу можно построить целое государство. Конечно, там совсем уж безболезненно не получится, но это будет намного меньше страданий, чем происходит счастье. Ну и, конечно, искусственный отбор. Никуда он не денется, потому что, если мы не будем отбирать людей здравомыслящих, от людей, так сказать, немыслищих совсем, то будет происходить то, что сейчас происходит на улице, когда люди носятся тысячами, перезаражают друг друга, ну и так далее. Значит, еще есть всякие интересные вопросы, занимательные, которые меня согревают всячески. Там, например, а куда девать чиновников, которые, в общем, не подошли, не прошли по пятому пункту Конституции. Ну как, куда в Швецию, это же ясно. Там недавно один профессор призывал начинать переходить на человечину. Так что мы можем обзавестись новой экспортной статьей доходов. Потому что их там всего 10 миллионов человек, а у нас 6 миллионов чиновников. Мне кажется, у нас здесь есть огромные, перспективы международной торговли. Поэтому, если говорить о реализации этой самой Конституции для гомо сапиенс сапиенсов, то это самая простая задача. Я думаю, что ее и без меня легко реализуют. А вот как сделать Конституцию для человека разумного, это уже другой разговор. Он намного интересней, но, боюсь, что он не вызовет всеобщего одобрения, потому что там между размножением едой и доминантностью будет лежать человеческий разум. А за него приходится очень дорого платить. Я надеюсь, как-нибудь рассказать об этом. А пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова